Нага Сирен Конечно, такое может быть. Как против этого бороться? Ну, не Лагуно Блейджа от Лина запиливать. ВГ надо этот вариант, мне кажется, как-то предусмотреть и понимать, чем вообще отпушивать. Кто там будет сплэш иметь? Антимаг? Не антимаг. Кто будет заходить в пик команды ВГ? А может, МВП Феникс вообще по классике последнего времени возьмут, да и пикнут Разора под нагу? Тут у ВГ несколько вариантов, чтобы понять, что там МВП Феникс планирует сделать и понять, кого все-таки надо банить в данном случае. Брут Мазер от команды Вичи Гейминг. Перепушить решили своих оппонентов. Достаточно хорошая история, тем более в бане уже находится Дарк Сир, а Шейкер в пике команды Вичи Гейминг. Так что, достаточно безопасная ситуация. Не вижу андайинга ни в пике, ни в бане. Очень как-то странно и непривычно по данной ситуации. И посмотрите, Вичи Гейминг первым же баном блокирует Веспа. Его не будет. А поэтому можно и на Бристлбека забить и на всех остальных. Луна от команды МВП Феникс в баню. По-моему, Нага будет пушить. По-моему, Нага будет с Радианцем здесь. Против Бруды тоже нормальная история. Деньги будут просто из воздуха появляться. Мне кажется, по данному пику можно было бы Нагу смело брать керри на мид-лейн. Взять какого-то хорошего саппорта. Еще на хелпу ей отправить два героя на мид-лейн. Например, Дазла взять под Нагу на мид и Квапу с Вич Доктором отправить в легкую, а Клоквер Пуль стоит сложный. Бладсекер от команды Вичи Гейминг. А здесь будет Никерий, я почти увидел. Не знаю почему, мне кажется, что команда ВИПи Феникс саппорта будет брать. По тем, кто будет фармить или кто будет главной роли на линиях исполнять, они уже определились. 10 секунд remaining. Ну и полминуты остается команде ВИПи Феникс, чтобы приобрести последнего героя. Ну, саппорт, 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 саппорт. Никаких Бладсекеров. Ну, или Разор, в конце концов. Все-таки Даззл. Да я просто кэп вообще командой ВИПи Феникс. Я тренер их, и я прекрасно знаю, что они будут делать. Я этих корейцев изучил от начала до конца. Блин, где же я был в матче против Империи? Почему не кричал криком до самого светла Банти Виспа, Банти Бриста? Они не особенно там отходят от своего стиля. Даззл в пике, значит, Нага будет фармить и... Нага будет мидлейн фармить. Вичигимин, пора что-то с этим делать. Уже сейчас. Шторм Спирит от команды Вичигейминг нашли чем? Бороться хотя к Фени. Забирает себе Нагу, не Кью-Окью, отправят на мидлейн. Но к Фени будет на Наге, и Нага будет керри. Фэби забирает себе Даззла, Насс будет на Вичдокторе. И Клокверк это марш. Со стороны команды Вичигейминг Айсайсайс на бруде сложную линию. Шторм Спирит от Хао будет фармить. Мидлейн супер. И Шейкер от Фенрира. Ну и Файк, конечно же, на Рубике. Ну что, пожелаем удачи командам. По-прежнему больше, конечно, предпочтений отдаю команде MVP Феникс. Они просто немножко моложе, ярче и не так примелькались, как Вичигейминг. Ну и всегда хочется, чтобы команда, которая по дефолту послабее, одержала победу. Как Нага нарядилась-то у нас. Айсайсайсайс уже тут заспамил вебами сложную линию для себя. Об этом прекрасно все знают. Феби надазли уже с антривардами. У Айса тоже с антривард на всякий случай есть, но у Феби 2 варда. Поэтому, по идее, должны переиграть в этом вопросе Айса. Команда Вичигейминг в это время на топруне расположилась. Марш на Клокверке. Туда отправляется железный усы у Клокверка. Как железный дракон. Такая же ерунда абсолютно. Ну и Хао на ХГ стал. Чтоб был Вижен и чтоб понять, где кто находится. По идее, Супер будет забирать баунтируну внизу, а вверху, точнее, Кьюо будет забирать нижнюю баунтируну. Ну и драка не состоялась до выхода крипов, поэтому все достаточно спокойно на ранних этапах. Ну, Нага от Кфени. Интересно посмотреть, что будет от Наги. Будет ли это Радианс и 50-минутная игра, или это будет Нага без Радианса и за 20 минут команда Вичигейминг спушит своих оппонентов. По сути, здесь Радик мастхэв, потому что Бруда не слезет с командой МБП Феникс. Будет постоянно издеваться над ними. Постоянно. Линия, по идее, должна... Потому что так, Кьюо там уже как-то напроседал по ХП и Супер наваливает по Кьюо, и это Фёстблад. Это Фёстблад. Слишком высоко зашел Кьюо, сразу же получил фиссуру от Фенрира. Чего еще ты ожидал, играя за такие суммы денег? Ну, МБП Феникс тут перемудрили слегка. И уже по фарму ВГ на 600 выигрывает, по экспириенсу на 300. Фени против Бруды спокойно не пофармит. Ему нужен саппорт. Нага сама здесь не справится. Феби не должен здесь отводы делать, а должен пойти завардить лайн. А если Сайс, они должны видеть. И как-то Рептайдами Феник должен что-то творить, а так он просто остается без фарма, по факту. Ну и не дофармливает, и это видно, и тут сложновато по таврам фармить. 50 дэмэджа всего лишь у Наги. Как она не пыталась, но... Всего лишь там 3 крипа из пачки на 6. Мидлейн Фенрира опять закрывает Кьюо, но на этот раз... Кьюо отсюда уходит через Блинк. Хао цепляет Марша. Марш лоу хпшного первого левела. У него только Коги батареасаут нет. В принципе, Феник через Рептайд должен спайдерлингов нормально выфармливать. Пошли малые, разбили руну. Что за народ эти малые? Тысяча голды ВГ и Экспириенс 600 для Вичи Гейминг. С видимостью, у команды MVP вообще тут тухляк. Почему до сих пор нет центре варда, непонятно. Может, Наге и так комфортно, кто знает. Каштунага 11 на 3. Проигрывает только Суперу на мидлейне. 12 на 2 у него. Ну и Бруда опять на 0 идет. В этом вопросе Феник перефармливает. Это наиболее интересная линия на самом деле. Я вам не показываю, как там Хао фармит, потому что это все элементарно. Хао фармит руками на Шторм Спирити и Ремнантами. Ремнант оверлоуд. Близко к нему не подходит. Клокверк, Клокверка загнали. Поэтому противостояние Фени против Файса и Сайса тут, пожалуй, наиболее интересное. Ой, Квапа попала, получила стан. И еще один удар по Кио. И так повезло, что он во время сделал блинг. Прям невероятно. Если бы 0-2 сейчас шла Квин оф Пейнт, то можно было бы вообще закрывать эту доту и заканчивать смотреть и играть тем более. Квапа не погибла и для команды МВП еще не все потеряно. Здесь вот он, главный их план. Рептайт ловят к Фене. Сложновато, конечно, драться в паутине. Спайдерлинги дальше пошли за ним. Наваливает по нему и уходят отсюда спайдерлинги. К Фене есть Рептайт. По идее, здесь нормально должен выфармить. Хотя и без него нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. К Фене, Кфене. Не просто, конечно, фарминг крипов дается ему. На удивление. 63 дэмэджа. Ну, хотя бы что-то. Какие-нибудь... Какую-нибудь ринг оф Аквила надо, чтобы чуть-чуть пробуждить дамагу. А то получается все это совсем не смешно даже. 26 на 3, Нага. Первое место, тем не менее. Ну, Аквила нужна. И Рептайты заканчиваются. И все-все-все. Ботл приобретается в Эквене. Кто будет эту Ботлу пополнять? Скажи, пожалуйста, Нага. Кио возвращается на мид-лейн. Будут ловить Супера. У Супера 17 на 4. У Кио 9 на 4. Центральная линия команды Вичи Гейминг выиграна. Причем с огромнейшим отрывом. Да и в топ-лейн тоже выигран. У Марша всего лишь 6 на 0. Крипстатуя Файя 6 на 2. Так он саппорт. И я молчу уже у Хао. Хао 28 на 12. Хао разве что Наги проигрывает. Ну, это по крипстату. Нага здесь спайдерлингов немножко выфармливает благодаря Рептайту. Это по стольку по скольку идет в плюс. Он четверых разложил. Опять пауки пошли. На этот раз за Феби. Подхиль здесь крипов. Подхиль кого-нибудь. Себя подхиль. Феби по ХП проседает. Спайдерлинги его не отпускают. Сейчас его просто сожрут под тавером. Ой, какая досада, да? Как трудно быть раком. Феби просто тупа аут отсюда. От пауков по-быстрому сваливать. Наги, конечно, не будет так больно, но что саппортом спайдерлинги делают, это просто чудеса. Ну и Бруда понимает. От Айс 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 Айс, да и Айс Айс Айс. Один из топовых, как по мне, оффлейнеров. Понимает, что если нагу не пробить, я найду того, кого пробьют эти спайдерлинги. И малые нашли себе жертву. Пошли от пенали Даззла. Даззл улетел домой. Кфени держится еще бодрячком. Мирор имейдж про макшен. Рептайт тоже практически в макс уходит от Кфени. Кстати, Кфени сейчас и сольется, я думаю. Сна у Наги нет, поэтому если Бруда бы пошла до конца, то по идее могла и убить. Хотя и Брудмазер здесь не качала себе ульту. Ну и Нагу выдворяют. Бруда в соло это делает. А где просто один единственный вард? Фэйби до сих пор бегает с двумя центри в итем билде. И не ставит вард. Что ты за Даззл такой? Ну и Айс, Айс контролит просто чудесно. 27 на 0. Для него Крипстат у Наги. 46 на 4, конечно, все хорошо. Но Бруда мили герой против Наги не так-то просто стоять. Бруда дальше пошла во вражеский лес. Теперь еще одна паутина и дальше выфармливать леса. Вот, пожалуйста. Это Аркашки могут. Для Бруда это не проблема совершенно. Ну, Нагу оставили в соло здесь пофармить. Переобретает себе Арканбуд сына. Гоцайрен. Это вещь нужная. Абсолютно причем, потому что дороговато по ее монопулу стоит каждый спелл. Айс уже седьмого левела. Так, как там поживает Клок? У Клока 13.0 марш. Заработал себе пятый уровень. Хао в это время седьмой. У Хао 51 на 22. У Наги от команды MVP Феникс 57 на 4. Чуть-чуть получше. Кио отправляется еще и в собственный лес, но как же его сильно загоняет Кио. Вот теперь Айс 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 еще и на нижний спот переместился. И если не Квапа, то сейчас по-быстренькому Айс 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 все здесь сожрет. Уже начинает жрать тролля большого. Так, марш туда просветили. Айса видят. Где там Квапа с Суниквейвом? Поменьше стало уже крипов. Об этом Натс прекрасно понимает. Ну и не уходит Айс отсюда. И Фа Айс Хэгэй сейчас просто фейтболтом здесь заберет всех. Все толпой пришли забирать крипов. Вот это я понимаю. Брудмазер в это время Вич Доктора съела. Это же не сложно было. Это обычные спайдерлинги. Просто здесь пришли и сожрали ВД. И Айс 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 просто какая-то гроза вообще всех саппортов будет. Ему надо срочно собирать себе... Я думаю, что все-таки Оркит. Например, Вич Доктор и Дазл тут прям требуют Сайланса. У Айс Айса все хорошо получается. Он по Нетворцу на четвертом месте. На третьем Нага. На втором Хауи. На первом Супер. Причем небольшой отрыв, но все равно. Нага, которая временами на фрифарме бывает. И в итоге... Очень проблематично себя чувствует на линии. И это будет продолжаться. Фай перемещается на нижний лайн. Айс 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 на Брудмазер. Никуда отсюда не девался. Так, прошелся по лесу, поел немного и вернулся назад. Ну... Фай рифтайт забрал еще. Я смотрю, тут... Прыснул немножко Рубик. Вдвоем могут Нагу забрать, я думаю. Наги нет сна, поэтому если Фай ее поднимет, тараканами и всем на свете должны забирать. Ну и уже пошел сейф ТП сюда от Дазла. Феби, хиль. Хиль. Нечего думать. Хиль. Че ж такие вы тугие, фениксы. Прилетел, похилил. Чего ждать вообще? Пока вокруг тараканы ходят. Айс 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 так контролит, что он не даст второго шанса тебе забрать его детей, если сразу ты это не сделал. Сюда еще один прилетает. Игрок команды ВП Феникс. Это Кио на Квапе. Причем в инвизе Кио. В батле лежал инвизке. О, пошел. Искать свою жертву. Ну не будешь же ты кричать на них? Им же пофиг. У них 450. Да, он будет кричать на них? Он накричал на них. Зачем Айс Айс? Айс Айс тогда уже лови. Тогда уже ари так, чтобы орать на... Пошел еще раз орать. Ну, он развалил часть крипов. Ну, вряд ли оно того стоило. Так много маны за 50 монет. Так, вопа. Где же ты, когда здесь Айс, лоу хпшный, Квин оф Пейн? А Кио пошел гулять дальше. Кио просто отвалился, Лин в это время забирает Вич Доктора. Ой, MVP Феникс мне перестает нравиться. Ой, как сильно они мне не нравятся в этой игре. Такое ощущение, что они после первого матча просто-напросто перегорели. Четыре по золоту в ВГ и по экспириенсу четыре тоже в пользу команды Вичи Гейминг. 530 голды Квапу разобрали на мидлейне. Ну, блин, какая-то просто печаль и досада. Касательно команды VP Феникс. И опять мне покоя не дает, что этой команде Империя проиграла. Да, у нас следующий матч. Это команда Virtus.pro против Team Secret. Наверное, наиболее интересный матч сегодняшнего дня. То, что нам китайцев смотреть до корейцев. Естественно, Сикреты против ВП это прям матч-матч. 2 200 на руках у Нага Сайрон. Есть Аркан Буци, есть Боттл. Ну и деньги продолжают собираться на Сакрид Рейли. По большому счету, у Фени все шансы есть. Выфармить Радианс. Но если команда хоть как-то поможет ему, а посмотрите на них. Посмотрите. На этих ребят. Они в четвером отправляются во вражеские леса, а в собственном лесу... Радиансы теперь видят. Уже должны лететь, сейвить Кфени. Его сейчас просто сожрут. Сон есть у Наги? Вот ты сон у Наги. И где ТП? И где ТП? И никаких ТП. ТП аут просто от Кфени. Нага улетает на топ фармить. Еще и Хао чуть было не поймал. Сетки нет, кстати, у Наги. Тут особенно не побыкуешь. И отдают нижнюю линию просто-напросто на съедение Айс Айс Айсу. И все остальные разошлись в это время мидлейн. МВП Феникс подбушивает. Фенрир уже готов дать Фессуру. Пора уже. По приземлению. Марша остановили. Каллинг... Шаллогрейп на марше. Очень быстро справились с Шейкером. В таверну еще и Супер отправился. Но тут деньжат-то подняли. МВП. 5-0 проигрывали. Теперь 2-5. По голде 1400. По экспириенсу 1900. Лучше бы Нага здесь принимала участие хотя бы какое-то. Као перемещается на мидлейн. Ловит Феби. Фенни побежал уже. Сна, конечно, нет. Сетки тоже нет. Фенни вообще-то бесполезный без сна и сетки. Чем бить Рептайда? Но это кто вокруг него будет собираться? Неужели там самоубийцы в составе ВГ играют? Сейчас Нага Радик выформит еще 50 минут фарма. Ну, это классика вообще-то современной доты. 50 минут фарма это нормально, даже если там не Нага, а антимаг. Так что вы тут сильно не перегибайте. Нага особой погоды не сделает по современной доте. Рубик убивает Квин оф Пейн. Я хочу увидеть, чем он это сделал. Он это сделал ее же оружием. С Крим оф Пейн от Рубика и домой. Киркин эсфейт болт С Крим оф Пейн. Так, с руки чуть-чуть, да? Нет. Вообще без всяких ударов с руки. У Рубика уже появляется урна в Шадоус. Ну, как можно эфай вообще Рубика отдавать постоянно? Это же... Это же классика классик. То есть вам для марша не дают Бристалбека и не дают Веспа. Для Фэби, а вы берете эфай и отдаёте Рубика. Достаточно странно. Мидлейн замес. Айс, айс, айс. Доедает. Тавер. В это время у Наги 3200, 300 на руках. Выфармливать линию в принципе может здесь Кфени, но у него и вариантов, других практически нет. Ну, я отправил иллюзии. На дело. Хаос сразу же разговаривает с иллюзиями. Сейчас поденает крипов. Ещё и Нага остаётся без фарма. Кфени пошёл в собственный лес. Ну, тут кровь из носу надо до 20 минуты. Хотя бы купить Сакротрелик. Осталось всего ничего. Тут 3,5 минуты. И уже двадцатка капнет. Фарм у Кфени третье место. Второе место. Хауна Штурм Спирит. У него 7100. У него есть Солл Бустер и Солл Ринг. И Супер. Уже с Юлом. И полторы тысячи на руках сверху. Кио вместе с Натсом на топ-лейне выходят на Т1. Хау в это время подпушивает Т2 по нижнему лайну. И Кфени бежит. Подождите, подождите. Ребята, вы меня забыли. Я хочу купить тоже Сакротрелик. Ну, доставьте вы Наги, да есть Тавер. Что за люди, а? 3700 у Кфени уже есть. На руках всё. На Сакротрелик хватает. Курьер должен полететь. Но пока что тупят. Хотя, может, сам пешком пойдёт без Курьера. Курьер занят. Он стоит на базе и держит Смоук. Не царское это дело. Летать, покупать Сакротреллики. 17 минут 50 секунд. Очень неплохой тайминг. До 20 минуты есть надежда, что Нага приобретёт себе полный радианс. Правда, к этому моменту есть вариант, что до ХГ дойдёт команда Вичи Гейминг. А так, скорее всего, и будет. И Т2 понизу они спушивают, и задефать вообще никаких вариантов. У Хау уже есть. Бладстоун, 700 голды сверху. У Шейкера. У Шейкера так особенно ничего и нет. Брудмазер. После Медаса появляется Медальону в Кураж. Тысяча голды на руках. Айс, айс, айс. Тут вопрос, что будет собирать. Либо это будет БКБ, например, какой-нибудь. Либо это будет вообще Дагом или Орки. Тут как попрёт. Лина, 2500 на руках после Юла. И Рубик. Тысяча голды у Фаи остается до приобретения Даггера. Но пока всё хорошо у него. Фаи, как обычно, тут в шестёрке лучших по фармингу держится. Со стороны команды MVP. Натс, бомж несчастный. 2300 у него. 2700 Фенрир мы видели. Фэби на Дазли приобретает себе Медальону в Кураж. Есть Бутсов Спид. Ну, тоже не очень. Кио практически с Агонимом. 800 голды ему остаётся. Нага, 400 до Радианца. Нормальный Фенри. Взялся за ум. Даже Рептайды теперь раздаёт более-менее верно. Ну, здесь один отводик сделай и пойди забери их. И сейчас будет Радик готов. Хотя, зачем ему это делать, если это может сделать Натс? Время Шторм Спирит подбирает Аэгу. Забрали Руку очень быстро. И Хао, чтобы не слить заряды в Бладстоуне со старта, забирает себе Эджис. Радианс появляется у Наги. Продал Пурменшилд, если не ошибаюсь. Или что-то там продал Фенри. И Радик готов. До 20 минуты. Очень хороший тайминг. На самом деле, есть теперь вариант затащить эту катку. Ну, теперь что? Ждём Монта Стайл. Ждём Тараску, Бабочку. Или, как собирал Санейка, Актарин, мать его, Кор. Ну, это если на слив игра планируется. Если выиграть, то, конечно, лучше, например, Бабочку вместо Актарин Кора. Я слышал, она подействована на Наги. Ну, и посмотрим, насколько хорош контроль от Кфени. В принципе, сейчас главное действующее лицо. Мидлейн фармится, вражеский лес тоже пытался фармиться, свой лес фармится. Да нормально всё по контролю. Деньги пошли капать, уже 800 голды. КПМ теперь будет расти, я думаю, очень даже существенно. Иллюзии, гляньте, как разошлись. Как это так произошло? Они просто прямо на распутье были проюзаны. И одна пошла наверх, вторая пошла налево, третья пошла направо. Там Шторм, конечно, в это время Дазла забирает. Ещё и Хао могут, кстати, разобрать, какие команды MVP Феникс. Его бежит за ним, Нага продолжает контролить. Доконтролишь? Нет, не доконтролил. Здесь, конечно, не так просто. Ну и здесь, гляньте, 6 хп оставил у Кентабра. Слабый Кеню, очень слабый. Мант оставил, просто нужен пока что. Дэмэджа мало у Иллюзии с руки. И Спайдер Линги уже начинает получать. А это, знаете ли, больно. Кьюо с Аганимом. У него есть Боттл, есть Мэджик Вонт, есть ПТ. Фуай цепляет Кьюо. Разорался на него. Как просто всё получается у Рубика. Опять та же история. Вот сейчас мы Файдер Ка посмотрим, что здесь по дэмэджу. Спеллстилл, Телекинез и Скрим оф Пейн. И всё. И Нага в это время погибает. Нагу забирает Лина. Фэби по-быстрому сваливает отсюда. Нет, Нага, конечно, команда Митю Феникс не вывезет. Просто потому что они... Видно, что они намного ниже классом, чем Вичи Гейминг. 10 тысяч ВГ по золоту и по экспириенсу 13. Нага и не такие катки, конечно, вывозила. Но в целом герои такие у команды ВГ, что там попробуй поймать их. Не будет такого, что Хау, например, будет бегать и погибать от иллюзий. Он просто возьмёт и улетит от них. То же самое будет с Брудмазера. Она не будет драться с иллюзиями. Она развернётся или там убегать от них. Она поставит паутину через Клиф, перемахнёт и... Иллюзии Наги так и останутся стоять смотреть, как уходит в сторону заката здесь команды Вичи Гейминг. Уже ВГ по золоту выигрывают 11, по экспириенсу 16. Хаулу хпшная. а эго у него есть, но все равно отдавать ее за бесплатное, это глуповато было бы. Ну и уходит отсюда Хао. 15 с лишним по экспириенсу. Где Акфене в это время? У него 2 стона на руках. Даже 2 200. А где его иллюзии? Иллюзии его будут через 2 секунды. Пошел иллюзиями вражеский лес выфармливать, как я понимаю. Было бы что фармить здесь. Две иллюзии по линии пустил. Шейкер с ними вряд ли справится. Фиссурой тут не вывести. Сам пошел в это время по нижнему лайну, но там тут ляк. Иллюзия более-менее справляется здесь. Это кто? Кто? Это кто? Кто кричал? Это Квапа кричала. Кого, правда, непонятно. Наверное, на судьбу жаловалась. Спайдерлингов подфамливает немножечко Квения. Есть вариант. В принципе. Еще одни спайдерлинги. Ах, если бы знала иллюзия, как бы хорошо она прошлась за ними. Не умирает Нагасарен. Просто постоять, не лезь, не лезь, не лезь на рожон. Ну, контролит. Видно, что контролит. То есть он не подходит лоу-хпшной иллюзии близко к репам, чтобы не агрелись на нее. Приобретает себе энерджи-бустер. Да ладно. Да ну нафиг. А, нет. Это он просто разобрал. Все, все, все. Это он просто разобрал Аркан Буцин. Ну, лучше, честно говоря, мне кажется, просто продать их к чертовой бабушке. Этот энерджи-бустер. Не покупать себе никаких актеринкоров просто потому, что тебе жаль 450 голды, которые ты когда-то потратил на энерджи-бустер. Ты сольешься с актеринкором пять раз, и это будет тысяча голды или две тысячи или пять тысяч. Это мое мнение. Конечно же. Три-одиннадцать счет. По голде в ВГ выигрывают двенадцать. По экспириенсу выигрывают шестнадцать. Нага опять по вражескому лесу пустила иллюзии, но здесь толком и фармить некого. Все равно пока используют лоу-кпшный нац. Нац подоркина, моркет спадает, нац отваливается в таверну. И нага улетает на центральную линию. Так, в кого это, куда это? Это марш у нас. Влетел в Эншинтов случайно. Хотя ловила Сейсайса. Кфенни, рецепт на Яшу есть, есть уже Блейды Фалакритен, да продай ты. Хотя, чё продавать-то? Маны больше. Зачем продавать? Непонятно. Ну, контроль достаточно неплохой. наги, не сказать, что прям совсем всё здорово, но где надо, я вижу, доконтролить, он это делает. Здесь иллюзию отправил крипов переманить. Да круто всё, наги. Рептайт провязал прямо под вышкой съел одного из пачек крипов остальными. Лес доформил. Хорошо всё, наги. Уже Яша, по идее, в курьере должен лететь. Да, так и есть. Яша для нагасайринг готов. Правда, в это время линии потихонечку падают, не докричала немножко Квапан, но пыталась хотя бы. Ну и Лайн здесь много денег. Прекрасно понимает. Нага, ну-ка посмотрим, сколько у неё было 390 до этих пачек. И здесь вот ещё одну пачку нага выфармливает. Слушайте, ну круто всё, всё очень круто. В 390 мы начали разговор, а уже у наги 1050. Просто 700 голды почти на ровном месте. Есть варианты на самом деле. Начнутся развороты какие-нибудь, есть варианты. Фармит Квенни хорошо. У маги всё прекрасно по фарму идёт. Она сейчас на третьем месте, но это вопрос времени, если она будет по 700 гпм вывозить, то конечно выйдет в топ. Пока что 488, это маловато. Иллюзии там за Айс, 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 уже неприятно всем. И крипы дальше за Фенриром. Разбили иллюзию. Хотя здесь могла бы пачку выфармить крипов, непонятно, что туда попёрло. Её личное дело. В это время Айс, Айс, Айс подъедает Т2 по топ-лейну. Много спайдерлингов. Нага непонятно, куда бежать. Нижнюю линию, наверное, надо оставить в покое. Особенно не разгуляешься. Так, давайте посмотрим, что там по артефактам у кого появилось, пока драка не состоялась. У супера есть Шадоу Блейд, у Шторм Спирита, Оркит, Бладстоун и Персеверанс. Куда, простите? Линка или рефрешер, что ли? Лотос Уорг. Что здесь будет вообще? Баттл Фьюри, наверное, Шторм собирает. Конечно. Кио поймали. Рейд пошёл от матча. Кио выживает. Пока пошёл и Грейвом под ульту Шейкера. Вернули Кио, кио лоу хпшный. Старается развалить его Хао, и Хао на лоу хп улетает. Хотя, ульт Хвапы чуть было не уничтожил здесь Хао. Фенрир под Меледиктом должен тоже умирать. Сетка пошла от Наги. Пока что два в один размен. Хао без маны, но дерётся, ловят Фенни и просто разбивают его. Разбивают на куски. Нага Сайрен должна байбэкаться. Надо слить подруги. Сколько? 800. Байбэк просто необходим, потому что потеряют сторону, денег будет меньше и Нага их эти деньги просто отбить может, если линию будет пушить нормальную. А не разбитую линию с дешёвыми крипами. Поэтому тут, конечно, цена вопроса дороже. Гвардиан Ривз Грифс появляется у ФВАя. Ну, блин, ФВАй выше всяких похвал здесь. Брудмазер у нас. Саша, Яша есть. Хенд оф Медас, ПТ, Солринг, Медальонов Кураж. Хао мы видели. После Персеверанса пока ничего. Ну, я думаю, что Линкен Сфера, скорее всего, те же каски, тот же лог. По-моему. Хотя нет. Слушайте, а сетка вроде сквозь Линку бьёт. Так, Лина в это время убивает бедного Вич-доктора, хотя посмотрите, что здесь с Линой. Поднимает себя ветра, чтобы Меледик не дотикал. Дотикает Меледик. Это об этом прекрасно понимает Лина. И Лина суицидится здесь. 5-16 становится счёт. По голде ВГ здесь минимум будет. Бум! Как поживает Квенни. О, Яша и почти 2000 голды сверху. Штраф по фарму уже ушёл, поэтому Квенни может нормально продолжать выфармливать все линии. Это, конечно, такая грязная игра на самом деле. иллюзии Наги везде ходят, везде сетка паутина, точнее, Айс-Айс-Айса, везде Спайдерлинги тут кто кого перепушит. Хао! На квапу! Пой! Пой, 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 что вообще думать? Квенни, неужели да Квенни не улетит кстати отсюда. За ним Спайдерлинги, но у Хао тут маны просто-напросто нет. Как бы мог ворваться и дальше наказать. Курьер Редиантов. Да, Квенни ловит у нас ульту от Файя. А Фай, подождите, это же Рубик! Это же Рубик! Рубик просто хукшотом убивает Нагу. У Наги нет байбека. Фай просто король этого матча. Фай такой молочак. Всё, Рубик делает блинкаут. Блин, как же он шикарно отыгрывает. Фай просто потрясающе. Другого слова даже придумать не могу. Сначала ворваться на хукшоте в Нагу и убить вообще по сути линию забрать у команды MVP-пенни. Потом, когда на тебя настоящий Клок врывается на хукшоте ты берёшь и, блин, Клопы июзаешь и улетаешь отсюда к чёртовой бабушке. Блин, Фай красотуля просто. Ну и дальше поднимает сразу же у нас Клопу в Телекинез. Всё это через её стан, конечно же, и Клопа разрывается. Бедная, бедная Клопа. Это ГГ. Команда MVP заканчивает своё участие в данном турнире. Я думаю, Наги вариантов вывести здесь нет, потому что хорошенько так перефармлен Вичи Гейминг коллектив 22 тысячи золота и 35 экспириенс. Да, 27 золота. Центральная линия падает, Нага ещё живая. Надо же, просто один... А, здесь ещё одна линия падает, один мидлейн пока стоит. Но они будут, конечно, бороться до последнего, это понятно. Такие деньги, я бы тоже боролся. Но одна линия спушена, на второй линии стоит один ржевой Барак. Марш пока ещё живой. Хао, по идее, должен Барак. Допилить? Нет, он пока Марша добьёт, а потом Фэби. Ну и Хао никого тут не отпускает, тут просто выше классом команда МВП. Команда ВГ, точнее, чем команда МВП. ГГ Грац. Всё, пожелали удачи своим специальным друзьям, конечно же. Команда МВП проигрывает Вичи Гейминг в двух матчах. Ну, БГ. Что сказать? Просто показали, что они выше класса. Команда МВП Феникс в данном матче вообще ничего толком не продемонстрировала. 0-4 на Гасайра, 0-4 Даззл, 1-4 Клокверк, 1-6 Квин оф Пейн, 2-6 Вич Доктор. Согласитесь, это выглядит больно. Следующий матч у нас команда Виртус Про против коллектива Сиквет. По сути, матч дня и главное событие сегодняшнего игрового дня плей-офф. Уже близко мы к завершению, уже предпоследний день получается у нас, предпредпоследний день. Завтра еще будут финалы лузеров, финал винаров, но сегодня вот до этих финалов играется наиболее важный матч для СНГ коллектива.